Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Разговор о медицине» и ее ведущий доктор Свердов. У нас сегодня в гостях заведующий травмпунктом нашего Ульяновского травмцентра Софетов Марат Ринатович. Здравствуйте, Марат Ринатович. Здравствуйте. Марат Ринатович, тема нашей сегодняшней программы – это «Как уберечь себя от клещей». На самом деле сейчас весенний-летний сезон, на самом деле люди выходят сейчас в лесопарковые зоны и так далее. Давайте об этом поговорим. В чем опасность и где нужно уберечься? Есть действительно сезонная проблема, когда есть сезонный всплеск обращений по поводу присасывания клещей. Присасывание клещей само по себе довольно-таки серьезная проблема, к которой надо акцентироваться, обращать внимание. Человек, который столкнулся с этой ситуацией, должен должным образом относиться к этой проблеме. Халатные отношения могут привести к серьезным осложнениям, так как у нас клещи являются переносчиками довольно-таки серьезных заболеваний инфекционных. Основные, которые распространены на территории нашего региона – это встречающийся клещевой энцефалит и болезнь лайма или боролиоза. Совершенно верно. Мартина Иванович, на самом деле Вы сказали, что нужно беречься и нужно действительно должное внимание уделять. Прежде чем идти на природу, как нужно все-таки, может быть, одеваться, как правильно себя вести? Надо разделить, наверное, на специфическую и неспецифическую профилактику, связанную с присасыванием клеща. Неспецифическая профилактика – это использование закрытой одежды, так чтобы ограничить доступ насекомого по отношению к своему телу. Использование многочисленных сейчас доступных репеллентов, химических средств, которые отпугивают, либо обеззараживают клеща. Банальные средства безопасности по отношению к своему здоровью – это осмотры после прогулок в лесопарковых зонах, кожных покровах, волосистых частей. После прогулок в лесопарковых зонах, к сожалению, сейчас встречается ситуация, когда присасывание возникает и на территории города клеща. – Клещевой энцефалит и боррелиоз – это болезнь Лайма. В чем различие и что это с диагнозом вообще такие? – Клещевой энцефалит и боррелиоз – это две разные группы инфекций. В одном случае это вирусные, в другом случае это бактериальные. В случае с боррелиозом течения разные, последствия разные. В одном случае это довольно-таки серьезные осложнения, довольно-таки быстро развивающиеся. Это клещевой энцефалит, это поражение нервной системы. Тяжелые поражения, которые зачастую могут привести к инвалидизации и вплоть до летального исхода. Боррелиоз – больше инфекционно-бактериального характера заболевания, которое имеет в своем течении картину простудного заболевания. То есть, когда появляется у пациента на третьи-пятые сутки после присасывания, определенная картина именно субфибрилитета, озноба, слабости и локальное проявление на коже эритемы, так называемые эритемы, которые увеличиваются. В дальнейшем при отсутствии полноценного лечения в данной патологии возникают проблемы не только общего характера, легкого течения, но и поражаются органы. Это кожные покровы, это сердечно-сосудистая система, печень, паренхематозные другие органы, которые ведут в дальнейшем к серьезным осложнениям. – Мартин Анатольевич, Вы уже заикнулись о том, что есть еще не специфическая, давайте тогда все-таки уже немножко забежим вперед о вакцинации. Насколько она необходима и какой группе она делается, группе риска или там специально подлежат какие-то? – Вакцинацию надо разделить, во-первых, на экстренную и плановую. Если рассматривать плановую, плановая вакцинация, она актуальна в случае эндемичного региона, то есть там, где есть природные очаги данных заболеваний, установленные, которые обозначены. – Данная профилактика вносится в плановые прививки. – В календарь? – Да, да. – В данную региону? – Да, совершенно верно. Есть обособленные группы лиц, которые подлежат обязательной вакцинации. Это у нас работники лесных хозяйств, работники электрогазовой службы, которые работают в непосредственном контакте на природе и где риски столкновения с данной ситуацией довольно-таки чистые. – Экстренная профилактика проводится по результатам обследования. Если не эндемичный регион, пациенту стоит обратиться с присасыванием клеща в медицинское учреждение, дежурное медицинское учреждение, где подобающим образом снимут клеща, его передадут пациенту для дальнейшего обследования. В случае выявления возбудителя клещевого энцефалита проводится профилактика именно иммуноглобулинами. В случае выявления других возбудителей, то есть наблюдение у терапевта, инфекциониста по месту жительства и дальнейшее профилактическое лечение. Это экстренная профилактика. – Марат Ринатович, чем обусловлена активность клеща? Понятно, что это теплое время года, это все понятно, но может какая-то агрессивность возникает? – Нет, это нормальная естественная ситуация по отношению клещу в своем роде ищет источник питания, то есть это и теплокровное животное, и лезь. – То есть такое нормальное природное явление? – Да, совершенно абсолютно. То есть именно за счет присасывания клещ питается. – Заражение происходит не за счет того, что присасывается, а в том случае, если клещ является переносчиком инфекции, либо болезни Лайма, либо клещевого энцефалита. При условии, что клещ не заражен и он присосался, кроме аллергических реакций, других патологий он не вызывает сам по себе, при условии, что он не заражен. – Ну, давайте тогда Марат Ринатовичу такую хорошую ситуацию, вот он присосался, кроме аллергической реакции, ничего, как говорится, за собой не было никаких последствий за этим. А тогда обсудим немножко другую ситуацию. Все-таки попал токсин инфекционного характера, тогда давайте клинику именно клещевого энцефалита и отдельной болезни Лайма. – Клиника примерно везде одинаковая. Начинается все с банальных катаральных проявлений, то есть повышение температуры, озноба, слабости, отсутствие… – То есть интоксикация. – Да, интоксикация, банальная интоксикация. – Просто в дальнейшем разделение идет в плане какой-то специфики. В случае с клещевым энцефалитом – это поражение нервной системы, то есть появление неврологической симптоматики, вплоть до тяжелой неврологической симптоматики. – В случае с болезнью Лайма течение может быть различным, острым, с быстрым развитием, с быстрым поражением кожных покровов, поражением внутренних органов, вплоть до хронических рецидивирующих форм при отсутствии полноценного лечения или правильного лечения. То есть картина, к сожалению, разнообразна, но при наличии укуса, точнее присасывания клеща, в любом случае надо наблюдаться, обязательно термометрию, проводить течение ближайших 10-15 суток от момента этой возникшей ситуации. Не стоит оставлять на самотек данную ситуацию, лучше обратиться к специалисту, встать под наблюдение у специалиста по месту жительства. – Марат Ренадович, я знаю, что вы тоже владеете ситуацией, как руководитель травмпункта. У нас в Ульянской области сколько может быть зафиксировано сейчас именно укусов клещей с последствиями такими? – Я по всей Ульянской области, к сожалению, не обладаю информацией и вверенной территории, которую мы обслуживаем. На сегодняшний день количество обращений 19. Начало было обращений еще в начале первых чисел апреля, еще когда был снег. В зарегистрированных случаях именно клещевого энцефалита или боррелиоза на данный момент у нас нет такой информации. То есть нет в зарегистрированных случаях. Обычно мы отслеживаем тех лиц, у которых снимаем клещи и предоставляем их на обследование. Следовательно, обращений таких не было. – Ваше прелегативо – это оказать помощь и зафиксировать это? – Совершенно верно. – Это ваш основной функционал? – Да. – Это и делается, это выполняется. И, Марат Ринатович, немножко сбегая вперед, вы уже сказали, что нужно обязательно обратиться при наличии каких-то жалоб или даже просто если укус был и даже нет никаких последствий, но лучше обратиться, если какие-то сомнения и так далее. – Если есть именно факт присасывания клеща, в этом случае не нужно его самостоятельно удалять, нужно обратиться к специалисту. – То есть, это получается, нужно обратиться, прежде всего, в травмпункт, да, по месту жительства? – Трампункт, дежурное отделение, которое обладает способами удаления клеща. То есть, есть определенные требования для удаления клеща. Клещ должен быть сохранен для обследования. Если клеща разрушить, к сожалению, доступность обследования его резко снижается, зачастую невозможно. Это та картина, за счет которой в дальнейшем специфическая профилактика экстренная проводится. Клещ обследуется при отсутствии, при наличии инфицирования клеща. Замечательно, пациент просто какое-то время самостоятельно термометрию проводит, и этого достаточно. В случае выявления возбудителей, этой спецификой уже дальше занимаются узконаправленные специалисты. Это инфекционисты, которые проводят профилактическое, превентивное лечение при наличии симптомов, уже специфическое лечение в условиях стационара. – Ну и Март Ирина, тогда вот скажите, пожалуйста, вот все-таки еще раз остановимся на том, что вот человек, ну люди собрались ехать в лес, там, да, проколка там или какой-то активный отдых. Вот, все-таки давайте по одежде еще все-таки скажем, да, то есть обязательно должен быть головной убор, да? – Совершенно верно, да. – Это обязательно, широкими полями, наверное, лучше все, да, чтобы закрывало хотя бы… – Ну, по поводу широких полей, навряд ли, именно закрывать зоны, связанные с волосами, то есть волосы максимально закрытые. – Спрятаны, да, спрятаны. – Да, высокий, по возможности, плотный воротник, рукава плотные, закрытые, которые закрывают манжеты, не дают возможность проникнуть насекомым. – И точно так же по… – Перчатки на руках желательно? – Ну, перчатки по возможности, как правило, все-таки клещи пересасываются к более мягким местам, более нежным местам кожных покровов, нежели руки. – К рукам крайне редко такое бывает. То есть и отследить на руках, которые закрыты и плотно зажаты манжетой, это проще, чем, допустим, по всему телу в дальнейшем искать этого клеща, если у вас свободная одежда, в свободном доступе она. Ну, обязательно использовать репелленты, если у вас есть в планах прогулка, прогулка именно по зонам лесопарковых территорий, да, совершенно верно, где есть высокая трава, то, что обычно способствует прицеплению клеща, использовать химические средства, репелленты. – Ну, Март Ринатович, у вас вообще такой довольно большой опыт работы. Были какие-то, может быть, интересные случаи, когда к вам обращались? Или, хочу по-другому еще так повернуть, бывают такие случаи, что действительно потом заканчиваются больницы, я хочу, чтобы люди тоже об этом услышали, и чтобы все-таки настороженность была? – К счастью, за тот период времени работы, да, случаи были разные, когда с одного пациента приходилось снимать и по 5, и по 6 клещей, запущенные случаи, когда клещ из размера нескольких миллиметров за счет того, что присасывался, остановился… – Да, очень много времени, то есть запущено все это, и это где-то в недоступной зоне для пациента, на спине или в той зоне, в которой он не видит, и составляли размеры этого клеща до полутора сантиметров за счет того, что он насосался кровью. – Ситуаций много, но, к счастью, те лица, которые к нам обращались, в дальнейшем, как правило, не сталкиваются с проблемой именно заболевания. В случае выявления, в практике это было именно выявление, проводилась специфическая профилактика экстренная, и в дальнейшем наблюдались у инфекциониста. На моей практике именно информацию о том, что кто-то в тяжелой форме заболел или последствия какие-то тяжелые имел, к счастью, я не сталкивался. – Ну, вот все-таки по опасности, да, я так понимаю, что и то, и то заболевание, да, и клещевой энцефалит, и болезнь Лайма или Боролиоза, и своими осложнениями они оба эти… – Последствия, да, осложнения, да. – Ну, опаснее все-таки получается клещевой энцефалит. – Да. – Потому что там на первый план выходит мозговая симптоматика, да? – Да, совершенно верно. То есть поражение, довольно-таки тяжелое поражение, необратимое поражение нервной системы. – Какие могут быть самые такие тяжелые последствия, действительно, когда в прошествии какого-то времени, если человек действительно запустит и не обратится, и все прочее, то есть и поздно это все это, да, разгар болезни, самые такие осложнения? – Ну, я думаю, любая картина энцефалита, это поражение головного мозга, это непредсказуемо, да. – Какие зоны будут поражения? – Да, совершенно верно. Это и нарушение речи, и более серьезные когнитивные нарушения могут быть, поэтому относиться к данному заболеванию халатно не стоит. – Марат Ренадович, а вот все-таки вот по каким-то территориям, вот именно в Ульяновской области, вы можете сказать, что где вот опаснее, там, может быть, где-то было больше, вот, ну, по вашим наблюдениям, там, может быть, как-то… – У нас есть выделенные эндемичные районы в Ульяновской области, их пять выделенных эндемичных районов, где действительно есть определенная настороженность. Но в течение последних лет именно ярко выражено, что приходят оттуда, и результаты у нас положительные по обследованиям, мы пока не сталкиваемся. – Они есть действительно по другим учреждениям, непосредственно по этим районам, когда при обследовании клещей выявляются, но мы пока с этим не сталкиваемся. – Ну, я знаю, что ведется очень четкий такой мониторинг, да, обязательно отражается каждый случай. – Каждый случай обязательно. – Каждый случай это ведет сразу по наблюдению. – Марат Ренадович, ну, понятно, такой вопрос задам, да, в плане контактных, да, есть такое понятие здесь? – Нету такого понятия. – Здесь сразу развеемые всякие… – Да, трансмиссивная передача, то есть непосредственно клещом, то есть непосредственный контакт с пациентом ни к чему не приведет. Для человека зараженный человек безопасен. Ну, я хотел бы, наверное, еще добавить к этому всему специфику именно детского возраста по поводу специфической профилактики. Специфическая профилактика плановая проводится в тех регионах, где действительно демичные районы есть, это с одного года, первого года жизни. Возможно, проведение экстренное, специфическое проводится вне зависимости от возраста до 18 лет, то есть присасывание клеща. Если оно выявлено, родители такого ребенка должны, сопровождая ребенка, обратиться в медицинское учреждение, где помимо того, что ударят клеща, обязательно проведут профилактику. Дети до 18 лет, вне зависимости от эндемичной картины, месторасположения, им обязательно проводится профилактика. Мартин Анатольевич, я думаю, тоже зрителям будет интересно, все-таки вы практик, да, вы и опыт довольно большой. Все-таки вот клещ попадает, да, вот клещ попал на кожный покров, мягкую ткань. Что дальше происходит со стороны клеща? Со стороны клеща, если рассматривать более подробно, в строении клеща есть особенности, хоботок, за счет которого он присасывается. За счет этого хоботка и происходит присасывание, и непосредственно клещ начинает питаться кровью. Вот этот момент, если клещ заражен, и происходит передача инфекции. Помимо этого, зачастую бывает так, что клещ, не успев присосаться, он только прицепился, пытается присосаться. Его сдернули, но за счет того, что расчесали или еще что-то, за счет выделения клеща, за счет слюны, так называемых, клеща, инфицирование тоже возможно. Но это крайне редко, и эти случаи просто казуистично описаны в литературе. Понятно. Ну и что бы вы еще хотели, вот именно вот нашим телезрителям, может быть, какое-то обращение, такое, да, пожелание какие-то, вот именно вот в плане насторожности по клещевому энцефалиту и бриллиозу? Ну, обращаясь к телезрителям, я все-таки хотел, чтобы больше внимания уделялись неспецифической профилактике, то есть именно беречься в плане, чтобы не допускать этой ситуации, а не бороться. Лучший способ борьбы – это избежать этой ситуации, то есть все эти превентивные методы, которые мы озвучили с вами, их применять. То есть относиться с опаской в любом случае, стараться использовать средства защиты, которые возможны. Ну и все-таки определенный выбор по одежде должен быть при прогулках лесопарковой территории. Спасибо большое. Ну, Марат Иванович, и по такой доброй традиции, какие-то пожелания просто как от врача и как травматолога, может быть, тоже. Ну и в теме нашей программы тоже. В теме нашей программы я желаю нашим телезрителям не сталкиваться с этой ситуацией, быть здоровыми, поменьше посещать больницы. Ну и прималише каких-то жалобов. Если такая ситуация возникла, не стоит относиться к этому халатно, отнестись к своему здоровью с позиции серьезного взрослого человека, в том числе к здоровью ваших подопечных детей, домашних питомцев, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемой. Спасибо большое, Марат Иванович. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Единоборство, мне кажется, это самый честный спорт. Ты всегда соперником один на один, лицом к лицу смотришь друг на друга. Все обычно люди говорят, что спорт – это преодоление. Но на самом деле, мне кажется, это раскрыть себя. Вообще нигде не узнаешь себя лучше, чем на ринге. Свои возможности, свои пределы. И даже поражение иной раз бывает, но это не конец. Просто садишься с тренером, делаешь работу над ошибками и снова начинаешь работать. Зато когда побеждаешь, понимаешь, ради чего все это. Вообще, ради чего стоит жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова